Не сразу Все устроилось, Москва не сразу строилась Она горела столько раз, росла на золе Тянулась к небу дерево и только небу верила А кроме неба верила на труженной земле Александра, Александра, что там вьется перед нами? Это ясень семенами крутит вальс над мостовой Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским Он пробьется, Александра, он надышится Москвой Москву грябиной красили, дубы стояли князями Но не они, а ясени без спроса росли Москва не зря надеется, что вся в листву оденется Москва найдет для деревца хоть краешек земли Александра, Александра, что там вьется перед нами? Это ясень семенами крутит вальс над мостовой Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским Он пробьется, Александра, он надышится Москвой Редактор субтитров А.Семкин СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здрасьте. Кать! Что, завалила? Ага, два балла не добрала. Ой, Кать. Слушай, Кать, ну а списки-то видела? Конечно, видела. Ну и что, и нету? Нету. Борисенко, к тебе пришли. Кать, ну ничего. Поработаешь, позанимаешься. И уж тогда на следующий год обязательно. О, какие люди. Без охраны. Не расстраивайся ты, Катерина. Я не расстраиваюсь. Не расстраиваюсь. Два балла, надо же. Два балла, а. Я все равно поступлю. А кто спорит? В институты до каких лет принимают? До 35? У тебя еще уйма попыток. Ты хоть бы кумник из себя сняла. А то сейчас Коля придет. Мы с ним сегодня в концерт идем. В концерт. Тетеха, два года в Москве живешь. В концерт. Ой, нельзя, нельзя. Можно, можно? Можно, можно, войдите. Ну, Люд. Здра-сти. Добрый вечер. Что это с вами? А это вы меня в краску вогнали. Извините. Куда вы? Извините. Коль, Коля! Коль, подожди, я сейчас. Что ж ты его пугаешь, что он у меня такой скромный? Да. Интеллектом явно не изуродован. И стоило себе в Москву ехать. Такого ты и в деревню себе могла бы найти. Я дошла. Счастливо. Ну, ты чего испугалась-то? Это маска из клубники для цвета лица. Понял? Ну, придумали. Имей в виду, Буянова, в 12 дверь на засов. Да мы раньше, мы в концерт идем. Э, э, в концерт. Тоже москвич называется. А че? Общежитие слушает. Здравствуйте. Какой Людмилу? Здесь Людмил много. Ах, вам Людмилочку. Сейчас, сейчас. Она, знаете, в ванную принимает. Минуточку. Сверидова! Люда! Скорей! Кого? Телефону! Телефону! Скорей! Люда, тебя! Вы слушаете? Минуточку. Она уже вытирается. Ой. Я сказала, что ты в ванной. Я слушаю. Кто, Вадик? Как же, помню, помню. Какое общежитие? А это у нас бабушка шутит. К нам вчера гости из Новосибирска приехали, так она наш квартир общежитие стал называть. Людмила, ты знаешь, я... Да, да, прямо все в Москву лезут, будто она резиновая. Сегодня не могу, сегодня папа день рождения. Завтра? Ну, хорошо, я сама позвоню вам завтра. А то я весь день в институте буду, ага. Ну, чао. Общежитие. Ну, откуда же я знала-то? Вы можете говорить просто хэллоу. Как? Сейчас запишу. Судьба, как ракета, летит по параболе, обычно во мраке, и реже по радуге жил огненно-рыжий художник-оген-огема, а в прошлом торговый ген, что в бур королевский попасть из бомбардера он дал круголя. Через яму с суматры унесся, забыв сумасшествие, денег, куда-то не сжен, и дерьмо академии он предалил. Ничего не подела. А деньги земное, шприцы, пока сладится за кружкой пивною, прямая круче, провод круче. А толку-то? Пять лет над учебниками горбатиться, чтобы потом за тысячу рублей в месяц на заводе вколоть? Нет, это не жизнь. Ну, а то Тоня не жизнь, и у меня не жизнь. Ну, а что тогда жизнь-то? Прекратите обниматься. Вы что, забыли, что находятся в общественном месте? Наука какая-то скучная, химия. Одни только формулы. Ну, что ты не понимаешь? Химия – это будущее человечества. Будущее? Ты лучше о настоящем подумай. Слышь, девчонки, может сейчас... Давай, давай, топай, топай. А, ну, извини. А что это ты так? Ребят, вроде ничего. Вот именно что, ничего. Лимитчики, вроде нас с тобой, за версту видно. Нет, полюбить-то королеву, проиграть-то к миллиону. Ты увидела, какой мент, а? Ой, обожаю Конюхова. Ой, вон, вон ты пробиваешь его в этом фильме. Да. Вот это жизнь, вот это счастье, поняла? Юмато. Привет. Привет. А ты что здесь торчишь? Да, вот мне она обещала вынести пропуск, и до сих пор нет. Чего ж ты мне не позвонил? Да. Сейчас что-нибудь придумай, подожди, попрошу. А вы что, тоже артист, да? Да, начинающий. Поздновато начинаете. А как ваша фамилия? Моя фамилия вам ни о чем не говорит. Ну, все-таки скажите, пожалуйста. Смортуновский. Ну, что? Смортуновский. 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 Сама что ли разобрала? А что ж, наладчик ваших что и ждать до вечера? С наладчиками сейчас туго. Молодец. 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 Ну, возьми на первый раз девчонок. Веселее будет. Да им полезно воздухом подышать. Сверидова, минуточку! Ты думаешь платить профсоюзные взносы? Сколько можно за тобой века? Ну, отстань от меня, маленький! Сколько у тебя не заплачешь? Ну, что ты теперь мне пристань? Ну, пристань ко мне! Ко мне пристань! Сверидова, высоко ты! Сверху, минуточку! Ну, скажи, когда ты наконец заплачешь? Ну, что мне? На колени перед тобой встань! Не следуй! Ой, Марина с ней сегодня. Люд, ты скоро? Сейчас. Люд, ты идешь? Нет. Я готова. Хорошенькая, не могу. Люд, ты куда? Куда? Люда! Куда я туда побежала? Зря стараешься. Она с нами никогда не ездит. Скорее! Скорее! Я, ты куда? Я räumъю перед тобой, отстань. Я. Я, я, я! Я, я, я! Я, 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 я... Ты куда? Я, я, я. Я иду. Я, 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 я... Я, 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 я. Я, я иду. Я, 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 я! А что вы читаете? Книжку. Интересно. Очень. А как называется? Три товарища. Не читал. Справа сейчас себе Москва читает. Наветит Москва. А вы что, не москвичицы? Нет, теперь почти что. Да. На дачу. Хэллоу. Общежитие слушает. Кого? Людмилу. Да. Кто? Рудольф. С телевидения, как же помню, помню. Да нет, нас бабушка шутит. К нам сейчас гости из Риги приехали. Она нашу квартиру общежитие стала называть. Нет, сегодня не могу. Мы сегодня все семьи на дачу едем. По какой дороге? По асфальтированной. А я даже не знаю, по какой дороге. Нас шофер все время туда возит. Ну ладно, Рудик. Сейчас не могу говорить, меня папа ждет. Чао. Ну и побрякушка ты. Не учи меня жить, лучше помоги материально. Да, я вижу, ты жених-то завидный. Машина, дача. Если я раньше знала, ты сейчас не Антонина в гости вез. Успокойся, это не в моем вкусе. А дача так, название одно. Просто садовый участок. Да? Слышишь, Тонь, это нам не подходит. Ну-ка, поворачивай назад. Что ты ее пугаешь? У меня и так лица нет за страх. Не трусь, Тоня. Это еще неизвестно, кто кому сейчас смотрины устроит. Какие смотрины. Просто едем в гости. Ну, что встали-то? Пошли. Ну, что встали-то? Пошли. Дучи. Знакомься. Людмила, очень приятно. Это Катерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Тось. Здравствуйте. В 33-м году она на красную швею не улыбалась. В 33-м году она на красную швею не улыбалась. У меня сейчас в месяц восемьсот пятьдесят выходит. Да это мы тебе поможем, что ты. Через два месяца у меня будет шестой разряд. Давай-давай. Разойтись! Разойтись! Сморозенька с прошлого года прижилась, это я сейчас посадил. Вот клубничка, вот клубничка, крыжовничка. А вот тут, слышь, тут, это у нас все Антоновка будет. Как считаешь? А что, хорошо. А вот там надо бы зелень посадить, чтоб потом с грядки прямо на стол. Правильно предлагаешь. Хорошо, ничего хорошего. Почему? Лежу я на них, такая тоска меня берет. Сами себе дур-хомут на шею надеваем. Все же заранее известно. Сначала будут деньги копить на телевизор, потом на стиральную машину, потом в холодильник купят. Все как в госплане на двадцать лет вперед расписано. Глухо, как в танке. А что в этом плохого? Ну, хорошего что? Ты пойми, главное, мы в Москве живем. А Москва это большая лотерея. Здесь можно сразу все выиграть. Здесь живут дипломаты, художники, внешторговцы, артисты, поэты. И практически все они мужчины, понимаешь? Нет. А мы женщины. А мы-то им всем зачем нужны? У них свои женщины есть. А мы не хуже ихних. А потом где ты этих артистов встретишь? Они же на твоем хлебозаводе не работают. Ты смотришь самый корень. Главное вопрос, где найти. Но эта проблема разрешима. Галя, спишь что ли? Чего-чего? Уже девять часов. Ты же просила разбудить. Девчата, меняйте белье. Ну что, тетя Наташа уходит. Тетя Наташа уходит. Левчата, есть души горячей воды? Отключили, как всегда. Холодно, замывались. Все спишь, Соня? Так что жизнь просишь. Ну что ты в такую рань поднялась в воскресенье, Митя? А Тоня где? Уже уехала с Николаем на дачу. О, все засосало Мещанское болото. А ты куда собралась? Я к родственникам. Они мне открытку прислали, чтобы я зашла. Каким родственникам? Дядь Леша. Кто такой? Ну, профессор. Он еще маме какой-то брат троюродный, что ли? Да я тебе рассказывала. Я еще у них не знаю, что я не знаю. А я в последнюю неделю жила, когда в Москву приехала. Ну да, что-то припоминаю. Ну, а потом куда? Потом в Третьяковскую галерею. Ну, и вот учу тебя, учу. Толку не грамма. Ведь в этой Третьейковке только одни командировочные или гости из столицы. Я же туда картины иду смотреть, а не людей. А я вот в научный зал Ленинской библиотеки пропуск достала. Зачем? Представишь, какой там контингент? Академики, докторы, философы. Ну и что? Будешь смотреть, как они читают? Много, ты понимаешь? Там еще курилка есть. Там еще раз. Кстати. Продолжение следует... 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 Огурочки у вас, Анна Никитична, замечательные. Я вообще сегодня весь вечер только соленое ем. Это у меня все, Миша. Сам солит, меня не подпускает. И давно это тебя так на соленое потянуло? Не очень. Слушай, Кать, ты давай не финти. Что, было что-нибудь? Ты про что? Сама знаешь про что? Да. Ой, как там? Давно еще на той квартире. Так это что, три месяца. А он знает. Нет. Ну ты что не скажешь-то? А про остальное как скажу? Совсем завралась, запуталась? Ну ничего, ничего. Вот пусть сначала женится, потом все ему сама расскажешь. Правильно. Если любит, просит. Нет, девочки, не хочу я начинать семью с обмана. Противно? Горько! 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 Вот даже делай. Горько! За молодых выпить. Это святое дело. Горько! Девчонки, надо что-то делать. Катя, там Николай себя спрашивал. Быстрее. Два раза уже посылал. Вот она. Это очень перспективная девушка. У него сейчас уже инженерная хватка. Так, Катю, руку надо заменить. А ну-ка, пройдитесь. Пошли, пошли. Это режиссер. На всю страну тебя прославит. Да некогда мне, у меня четвертая жизнь не застаивает. Пошли, пошли, пошли. Справа. Так, все очень хорошо. Все хорошо. Только дручки надо сходить. Так, вам придется сказать несколько слов. Я не знаю, что говорить. Это не страшно. Вот вам примерные ответы. А вопросы вам будет задавать наша будочка. Познакомьтесь, пожалуйста. Пойдемте, а вы готовьтесь. Учи слова. Тебе что? Плохо? Мне плохо. Мне плохо. Михалыч, родненький, я не могу поступать, понимаешь? Да не придуривайся ты. Мне плохо, понимаешь? А коллектив? Тебя вся страна увидит. Письма будут писать. А тебя убудет, что ли? Так, аккурат, вот здесь. Продолжение следует... Мы с вами находимся в цехах этого знаменитого завода. Это Катя Тихомирова. Единственная девушка на заводе, которая работает с лесарем-наладчиком. Вы сами могли убедиться, какие сложные станки на заводе. Так вот, Катя может определить и устранить любую неполадку. Да, Катя? Да, вообще я могу. Катя, вы ведь работали штамповщицей. Работала. Значит, вам не нравится чисто механическая работа. Вы хотите работать творчески. Значит, вы сознательно перешли в наладчики. Да нет, никакой особенной сознательности не было. Просто меня попросил... Михалыч... Ой, извините. Товарищ Леднев. Да. Товарищ Леднев, он наш начальник цеха. Он очень хороший человек. Он меня попросил, я и пошла. А вообще здесь есть какая-то недоработка. Наладчики не хотят идти, потому что платят мало. Катя, что ты такое говоришь? А чего? Надо норму пересматривать. Да. Я не про себя говорю. За квалифицированную работу надо платить соответственно. Катя, а какая у вас мечта? Вы, наверное, собираетесь учиться и дальше, чтобы вернуться на свой завод инженером? Вообще, я собираюсь учиться дальше. Я в этом году поступала, но провалила экзамены. Я буду поступать в следующем году. Ну, сюда я вряд ли вернусь. Только если я не поступлю. Потому что я... Я собираюсь поступать химико-технологический. Удачи вам, Катя. Спасибо. Спасибо. Все, возьмите. Привет! А интересная у нас с тобой встреча получилась. Правда интересная? А ты, оказывается, героиня труда. А тебя в этом что-нибудь не устраивает? Да нет, я даже польщен. Ну, пока. Кать, ну что ты все лежишь да лежишь. Пошла погуляла. Погода какая хорошая. Знаешь, я сегодня Сереже всю правду сказала. А он что? Он обрадовался. Я, говорит, очень боялся, что тебя твой папочка-профессор за меня замуж не пустит. Мы уже заявление сегодня полыли. Поздравляю. Кать, ты прости меня. Да я, дура, тебя с толку сбила. Теперь мы все в порядке, а ты... Перестань. Я сама во всем виновата, сама и отвечать буду. Ну, нет уж. Отвечать будут те, кому положено. Хорошие дела. Но я-то чем могу помочь? Понимаешь, я уже была в больнице. У врачей говорят, что поздно, они отказываются. Поэтому, может быть, у твоей мамы есть какие-нибудь знакомые. Ну, ты понимаешь... Не хватает еще мамы сюда впутывать. Вот так, видел, да? Коля, ты не мудри, а играть как положено. Вот так будет нормально. Вот так вот. Что же мне делать? Надо было раньше думать. Тебе тоже надо было раньше думать. Ну, знаешь что? Ты хоть из меня отрицательного героя не делай. Я и так себя как в пьесе какую-то чувствую. Она ждет ребенка, а он не хочет. Он подлец, а она святая. Только у нас с тобой немножко другая ситуация. Это ты меня обманула. Разбитую чашку, как говорится, не склеишь. Так что давай, расстанемся по-хорошему. Ты, наверное, права, я все это заслужила. У меня только одна просьба. Давай не найди врача. Ну, слушай, ну вот ты опять. Ну, где я тебе его найду? Ну, где, скажи? Ну, это же ваши женские дела. Что я-то могу сделать? Ну, не знаю, ну, сходи на завод, поликлинику. Они же обязаны следить за здоровьем трудящихся. У нас, кстати, самое лучшее медицинское обслуживание в мире. Я на передачу опаздываю. Ну, не плачь. Слышь, все обойдется. Я тебе позвоню. Хорошо. Ну, я пошел. Ну, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Значит, здесь живет дочь профессора Тихомирова? Ой, здрасте. Добрый вечер. Здрасте. Добрый вечер. Позволите сесть? Пожалуйста. У меня с Рудиком был очень серьезный, откровенный разговор. Он вас не любит. Это было увлечение. Кто в молодости не увлекался? Да, его очень разочаровали ваши аферы с этими профессорскими квартирами. Так что попрошу вас нам больше не звонить с вашими дурацкими угрозами. Я не звонила. Значит, по вашей просьбе звонят ваши подруги. Я никого не просила. Я никого не просила. Да, это звонила я. И не исключено, что я буду не только звонить, но и писать в организации, где работаете вы и ваш сын. Зло должно быть и будет наказано. А вы, по-видимому, Людмила, специалист по психиатрии, которая временно работает на хлебозаводе. Да, ну и что? Вот и работаете и поживите в общежитии. Я лично свое пожила в коммунальной квартире. Сейчас не те времена. Времена всегда одинаковые. Прежде чем что-то получить, нужно заслужить, заработать. Нас и так четверо в двух комнатах. Нам не хватает только вас с вашим ребенком. Тут у вас не пройдет, вы не получите ни метра. Мне ничего не надо. Я вам обещаю, что никогда ни о чем вас просить не буду. Но единственное, чем я могу вам помочь, это вот. Спасибо. Я хорошо зарабатываю. Как угодно. У меня... Я даже не могу, что я не забываю. Буду в текущем. Я себе, что я не мог, когда. Ко-гаджа-дача-дача-дача! Как, гаджа-дача-дача-дача-дача-дача-дача, Так, все-таки, как высушилось. Ой, ну че стоишь-то, иди-иди. Ну, иди, папаша, иди. Цветы. Поздравляю. Спасибо. Катя, поздравляю тебя. Хорошо, если девочка, но опять же. Это само собой. Стройная. Катя, 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 спасибо. Спасибо. До свидания. Надо было, чтобы кто-нибудь другой ее встречал. Почему? Через три месяца с Антониной здесь рожать, еще подумать, что у меня горел. О, нашел, о чем горевать. Радоваться надо. Девка у нас родилась. Гуляем. Ой, какая коротенькая, маленькая. Катя же, спокойно. Малыш, маленькая. Ну, ты что, что-то критится. Красивая, какая-то, убатительная. Ты что-то, что-то бесплатное. Катя, ты тебя похожа безумно. Ты посмотри, глаза ей нос точно. Как назовешь-то? Александра, в честь моего отца. Ага. Тихо, тихо, тихо. Травли. Все за стол уже, все готово. Ну, так не в этом, не сядем. Ну, сядьте за стол. Ну, Катя, Катя, указывай ребенка. Ну, ребятки, девушки, расходи уже. Ну, Катя, ну она заснула уже. Катя, сходи здесь. У меня. Катя, посмотри, подержи. Смотри, подержи. Смотри, как я нашла. Пустите. О, господи, ты челёска такой. Катя, телевизор видела? Здорово. Ребята, откуда все же? Со всей Москвы. Моя родня ей слишком передала. Катенька, теперь ты с малышкой одна же в этой темноте. Поздравляю! Как, как, Сережа ждать не будем, все сели за стол, все сели! Как это ждать не будем?! Достал, да? Директор магазина сам нас вас далёк. Кажется, как кому болеет? Все предусмотрено, потом она к инцаряне не перейдёт. Поздравляю! О, нет, возьму мне скорую ещё достаю, верно? Ну, погоди, где малышка-то? Ой! Ну, как похоже! Каков это? Абсолютно! Абсолютно! Видно, да? Видно, да? Видно, да? О, с глазами! Можно! Малышка, вот, а как похоже! О, Серёга, подожди! Не-не-не, нельзя, у меня режим! Сегодня ты обязан выпить спортивный режим! Да нельзя мне, ребят! Да не люблю я! За ребёнка выпить святое дело! Ай, ну, молодец! Ну, Рюмочка! Ой, черти, надоело мне с вами бороться! За Александру! Как её по батюшке-то? Александровну! За новую москвичку! За Александру! Тегамировну! Ура! 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 Продолжение следует... 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 Прошу к столу. Александр, а как тебя маму называть? Марусей. Хорошо, я тебя буду называть Марусь. А я вас с Васей. Идет. Меня как только не называли. И Жора, и Юра, и Гоша, и Гога. Гога? Это интересно. А вы что, вместе с мамой работаете? Нет. Работаем мы в разных местах. Но жить, я надеюсь, будем вместе. А вы что, собираетесь на ней жениться? Да. А вы давно знакомы? С мамой. 44 часа и даже уже 22 минуты. Ну, боюсь тогда, что огорчу вас. Мама придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать. А для этого нужно время. Совершенно права. Выйти замуж после двух дней знакомства просто вверх легкомысля. Надо все хорошенько обдумать. День 5. Так что не торопись, до среды есть время. Слушайте, а чтобы получше друг друга узнать, я вас приглашаю в воскресенье за город на пикник. Ну, спасибо. Не надо, не провожай меня. Он кто? Слесарь. Откуда он взялся? С реплички. Поздравляю, ты уже начала в транспорте знакомиться. Не ожидала от тебя. Честно говоря, я сама от тебя не ожидала. Это вы еще не одеты, ничего себе. Ну как же так, мы же договорились. На пикник. Да! Мать! А ну-ка вставай. Что такое? На пикник. Какой пикник? То, что с ума сошлась. Сегодня же воскресенье. Я хочу отоспаться. Отоспитесь на природе. Теряем время. Давайте мы попозже. А? Не-не-не, шашлык женских рук не терпит. Вон идите туда. Ваши места в зрительном зале. Прошу. Отдыхайте. Спасибо. Спасибо. Время. День. Время. Время. Всех. Прошу, маэстро. Запах! Уйди, сядь! Уйди, сядь! Пей, пей. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья мои, сегодня мы с вами выпиваем не просто так. Сегодня мы выпиваем по поводу. И повод весьма значительный. День рождения нашего дорогого друга Гоши. Гоша! Гоша, а ты что, не предупредил своих гостей? Подумаешь, события. Удивительной скромности человека. Ну, товарищи, я думаю, что нет нужды здесь говорить о всех достоинствах нашего дорогого именинника. Есть нужда. Гоша, неужели за этим столом присутствуют люди, которые не знают о всех твоих достоинствах? Есть такие. В таком случае я хотел бы выпить за его руки. Вот на вид это обыкновенные человеческие руки. Но это только, товарищи, кажущаяся видимость. На самом деле перед вами руки золотые. Ну, в смысле, золотые руки. Перед вами, товарищи, слесарь с большой буквы С. Вот у нас в институте есть кандидаты, да даже доктора, которые, с моей точки зрения, еще десять лет назад могли бы спокойно уйти на заслуженный отдых. И никто бы не заметил их отсутствие до сегодняшнего дня. А вот когда в прошлом году Гоша лег в больницу, я прошу прощения, удам за столь интимную подробность, ему вырезали аппендицит. Так вот, у нас большинство тем замерло. А за себя скажу, что своей докторской диссертацией я на 70 процентов обязан прибору, который сделал Георгий Иванович. Я думаю, что мое мнение могли бы разделить, ну, половина докторов нашего института. За твои руки, дорогой. Поехали. За тебя, Гоша, за тебя. Ну, ты говорила он ему однако. За золотые руки. Ну, как? Хорошо я сказал? Да? А вы что, доктор наук? А что, не похож? Что происходит на свете? Просто зима. Просто зима? Полагаете вы? Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранее порой дома. Что же за всем этим будет? А будет январь. Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками в юге старинный букварь. Чем же все это окончится? Будет апрель. Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует? Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из сица. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько в день не кружить. С днем рождения нехорошо получилось. За нами подарок, Гоша. О, это еще успеется. До декабря времени много. Почему до декабря? Да, у меня день рождения 23 декабря. А сегодня что же? Да, это так. Показательные выступления. Правда, но вы же про меня ничего не знали. А теперь вам так квалифицированно, красиво все объяснили. Гоша, вы мне нравитесь. А как же все эти академики, доктора? Спокойно, спокойно. Доктора наук, кандидаты, шашлык. Все настоящее. И говорили они чистую правду. Но правда как так. Уж очень я какой-то идеальный получился. Даже странно. Ну ничего, жизнь это поправит. Ты думаешь? Ага. Хорошо. А то я боялся, что у тебя сложится в отношении меня комплекс неполноценности. Какой-то я слишком талантливый и знаменитый получился. Был такой момент. Да. Но с другой стороны, знаешь, конечно, в семье мужчина должен быть выше по положению. Если жена получает больше зарплаты или выше должности, это уже не семья. Вы это серьезно? Абсолютно. Это я уже нахлебался. Гоша, а сколько вы получаете? Да уж как-нибудь побольше твоей матери. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолго вечно ее комала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала Руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Андрей, посмотри. Нормально? Нормально. Вы не волнуйтесь, директор никогда не опаздывает. Так уж и никогда. Никогда. Здравствуйте. 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 Через две минуты можно начинать. Пожалуйста, я готова. Скажите, мы с вами раньше не встречались? Я вас снимал здесь уже? Нет, думаю, вы ошибаетесь. Здесь вас не было. А в Сочи вы не отдыхали? Ну, в Сочи, я думаю, хоть раз в жизни отдыхает каждый человек. Да, я забыл представиться, извините. Рачков Родион Петрович. Родион? Да, такое довольно редкое русское имя. Да, действительно редкое. Раньше были больше в моде иностранные имена. Эдуард, Роберт, Рудольф. Катрина Александровна, звонили из управления. Французы будут через 30 минут. Спасибо, Ирочка. Катерина. А что, разве я так сильно изменилась? Да нет, конечно, я не предполагал. Столько лет такая встреча. Стало быть, ты теперь директор. Ну, директора я всего третий месяц. Родион Петрович, у меня очень мало времени. Так что, если можно, давайте начнем. Да, да, конечно, конечно. Эфир, пожалуйста. Начали. Добрый день, товарищи. Если у мужчин есть свои дела, они спокойно могут заняться ими. Думаю, что наша продукция больше заинтересует женщин. Да. Так. Ты знаешь, меня иногда такой ужас охватывает, когда я подумаю, что тогда могла у Тони остаться ночевать. Или бы на другую электричку села. Я тоже сейчас об этом думал. Слушай, а почему ты не выходила замуж? Тебя ждала. Ну, у тебя же был кто-то? Был. Но мне сейчас кажется, что всё это было не со мной. Слушай, а у тебя есть детские фотографии? Есть немного. Ты, наверное, о них там смешная. Ты мне потом покажешь. Покажу. А я во сне кричу. Ну и что? А я тебе скажу тихонечко. Ты перестанешь. А я ещё иногда и храплю, когда на спине лежу. А я тебя поверну на другой бок. Ты не будешь. Ну-ка, поставь. Что ж мы с тобой лежим? Сейчас Сашка из института придёт. Господи, боже мой. Как рано-то? Бельё в шкаф. Куда? В шкаф. Подушки тоже. Слушай, там это, там это. Гоша, в нижний шкаф. Господи, боже ты мой. Да какой же идиот это придумал. А чего это вы в темноте сидите? Мы телевизор смотрим. Да? Всё? В таком случае я повторяю, прошу меня больше не звонить. Нет. Нет. И встречаться нам незачем. Нет, это не твоя дочь. Да, родила себе Юля. Ах, ты подсчитал. Можно, Екатерина, сын? Хорошо. Хорошо. Встретимся на Гогольском бульваре без четверти шесть. Мне так удобнее. У меня будет 15 минут. Всё, извини, у меня дела. Слушаю вас. Рыба! Рыба! Слушаю вас. Рыба! Слушаю вас. Рыба! Рыба! Она умерла 8 лет назад. Прости. Так что ты хочешь? Я хочу видеть свою дочь. Зачем? Ты прекрасно жил без нее все эти годы. Я же не знал о ее существовании. Не знал или не хотел знать? А ты переменилась с Катериной. Раньше ты не была такой жестокой. Учителя хорошие были. Да брось ты, Катерина. Я вот наоборот в последнее время счастливым хожу. От того, что теперь у меня дочь есть. Не заметь, взрослая уже дочь. Распитывать не надо, ночами не спать, когда болеет. Между лекциями в институте в детский садик бегать не надо. Знаешь, Катя, если я в чем-то был виноват перед тобой, то Бог меня уж наказал. Так что ты особо-то не старайся. Как-то по-дурацки жизнь прошла. Все пыжился чего-то. Все казалось не живо, а так. Черновик пишу, еще спею на бело. Два раза женат был. Одна жена от меня сбежала, вторая я сам ушел. Он сейчас оглянулся. Ни жены, ни детей. Да что там, друзей-то настоящих, кто не нажал. Господи, я столько раз представляла себе эту нашу с тобой встречу. Столько слов всяких придумывала. А встретились и сказать нечего. Поначалу я еще очень сильно тебя любила. Думала, что ты мать тебя сбила с толку. Потом я тебя до смерти ненавидела. Потом мне ужасно хотелось, чтобы ты узнал о моих успехах и понял, как ты ошибся. А сейчас... Сейчас я думаю, если бы я не обожглась тогда так сильно, ничего бы из меня не получилось. Я думаю, хорошо, что ты на меня не женился. Потому что тогда я разминулась бы в жизни с единственным, очень любимым моим человеком. А ты не грусти. Все еще будет хорошо, поверь мне. В сорок лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю. Ну, прощай. И, пожалуйста, не звони мне больше. Я хочу видеть свою дочь. Я еду один раз. Я хочу сама с ним и все. Это наш разговор. Вот так вот, наш, тебя это не касается. Это не твое дело, оставим. Оставим этот разговор, я еду и все. Попробуй, закрой. Не волнуйся выйдет. Я еду с тобой. Никуда ты не едешь? Нет, я еду с тобой. Куда это вы едете? Никуда. Реально. Сегодня поздно, поедешь завтра. До свидания. Никита, погоди, я с тобой. Ну-ка. Да отпустите вы меня, какое вы имеете право. В чем дело? Его бьют. За что? За меня. Коротко и внятно. Раньше я дружил с Володькой Копыловым, но так не дружил, несколько раз соловались. А теперь в меня Никита влюбился. Ну, а ты? Ну, а что я? Я тоже, я его очень сильно люблю. А теперь Копылов с ребятами его подкарауливаются, всячески издеваются. Требуют, чтобы он от меня отказался. А он? Ну, он синяками приходит. Так стал от меня отказываться. Ладно, поем вместе. Да они все здоровы, ребята. Я хотела в милицию звонить, а мама мне не разрешила. Говорит, что сами должны разобраться. Правильно, сами разберемся. Так их пять человек. Пять? Да, я поймал. Да, я поймал. Да, я поймал. Да, я поймал. Где эти свои глаза? Защищай у себя. Оно больших тебя! Куда это будет? Мне кажется, кто-то каких-то введений. То есть ты говорил, что я разберемся с ним. А теперь мы, ребята, так... все подочками не обернили, Эй, ребят, мы что это? Пятеро на одного, что ли? Даже нехорошо как-то. А ты, дядя, валил бы отсюда по-скорому, а то как бы не огорчить. Нет, ну согласитесь, ну что же, когда пятеро одного бьют, даже неинтеллигентно. Знаешь, дядя, у меня в жизни принцип, женщины, стариков не бить. Но я ведь могу отступить от принципа. Ой, больно, буй. Это только разминка. Превентивная мера. Начитанная. Ну, Ген, не говори, он мне чуть руку не сломал. Здоровый бугар. Ты что, самбист, что ли? Самбист, самбист. Давайте, деды, отваливайте, не до вас сейчас. Как же мы уйдем, что же мы его одного оставим? Слушай, они мне надоели. Ну, гад, этого я тебе никогда не прощу. Что ж, вечер перестает быть томным. Кто же хочет попробовать? Не ушибся? Ах ты! Лежать. Ах! 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 Гена! Гена! Держите! В расчете. Да пусти это! Прицепился. Пойдем отсюда. Если еще раз, кто-нибудь, когда-нибудь, хоть пальцем... Наш человек. Или. Гога, а мы расскажем об этом маме? Не надо. Почему? Мне так хочется рассказать, меня так и распирает. Не надо. Гога, вы поступили как настоящий мужчина. Перестань, я поступил как нормальный мужчина. Защищать и принимать решения от мужской обязанности, это нормально. Ты же не станешь хвалить женщину за то, что она стирает или умеет готовить обед? Вы знаете, я совсем не умею готовить обед. Ладно, научу. Гога, а почему вы не стали учиться дальше? А зачем? А из вас бы мог стать хороший руководитель. А по-твоему, все должны быть руководителями? Нет, ну не все должны, но все хотят. Знаешь, Сашенька, был такой римский император Диоклетиан. Кстати сказать, очень приличный император. Так вот, в самый расцвет своей империи он вдруг отказался от власти, и удалился к себе в деревню. А когда из Рима приехали, чтобы просить его вернуться к власти, он сказал, если бы вы видели, какую я вырастил капусту, вы бы перестали меня уговаривать. И не вернулся? Нет. Так что не все хотят быть руководителями. Хотя справедливости ради надо сказать, что, кажется, это чуть ли не единственный случай в мировой истории. Так значит, вы предпочитаете выращивать капусту? Нет, я предпочитаю делать в своей жизни то, что я люблю, а не то, что модно, престижно или положено. Люблю свою работу, потому что, когда я туда прихожу, там начинает крутиться то, что без меня не крутилось. Люблю своих друзей, потому что, несмотря на то, что мы знакомы тысячу лет, мы все равно всегда новые и интересны друг другу. Люблю твою мать, потому что, потому что люблю. Чего ты смеешься? Да нет, ничего. Просто мне с вами ужасно интересно. Так значит, вы абсолютно счастливый человек. Не вполне. Если бы мне сейчас удалось выпить стакан газировки, пить ужасно хочется, то я был бы абсолютно счастлив. Этого не надо было делать. Чего? Я ей все рассказала, да извините, не утерпела. Кулачная расправа это не метод. Но дарить можно и словом, это иногда больнее. А если слов не понимают? Значит, плохо объяснила. Ага. Значит, дала повод думать, что может быть и по-другому. Ну, как мог ты, взрослый мужчина? Теперь эти мальчишки будут думать, что прав тот, кто сильнее. Теперь эти мальчишки будут знать, что против силы всегда может найтись и другая сила. Во всяком случае, на будущее я тебя очень прошу, уж быть любезен, без моего разрешения таких действий не предпринимать. Слушаюсь. Но тогда и ты уж, пожалуйста, учти на будущее, что если еще когда-нибудь ты позволишь себе хотя бы заговорить со мной таким тоном, то я здесь больше не появлюсь. А заодно запомни, что все и всегда я буду решать сам. На том простом основании, что я мужчина. Прости меня, пожалуйста. Прости меня. Сашка, это только к тебе. Прошу тебя. Прошу тебя. Прошу тебя, никогда не повышай на меня голос. Я очень за тебя испугалась. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Вы, наверное, к маме? А вы, наверное, к Александру? Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, ужинайте с нами. Спасибо. Давай, Александр, подсуетесь. Это вам, Екатерина Александровна. Спасибо. Ну давай, стой. Ну так что, вы меня представите или мне самому представляться? Рачков Родион Петрович. Телеоператор со Станкина. Мой давний знакомый. Настолько давний, что встретив не узнал. Георгий Иванович Александр. Очень приятно. Садитесь, пожалуйста. Коньячку. Не откажусь. Сейчас со знакомством-то. Да, держи, это тебя. Слушай, а мне же где-то еще лимончик был. Ну как, понравилась передача? Ничего. Только мама немного скована была. Как, тебя по телевизору показали? Да ерунда. Ну почему же ерунда? Вы чрезвычайно понравились нашему руководству. Вот, говорит, настоящий тип современного руководителя. Да, даже есть мысль делать документальный фильм о вас. Тем более биография у вас такая замечательная. От простой работницы до директора комбината. А кто? Кто? Кто директор? Давайте выпьем. Кто директор? Викторина Александровна, конечно. Будьте здоровы. А, ну да. А вы это давно на телевидении там работаете? Да уж скоро серебряный юбилей исправлять. Как? Значит вы у самых истоков стояли. Да не то что вы, но в то же время вовремя успел разглядеть, что телевидению принадлежит будущее. Я как раз сегодня хотела тебе чего объяснить. Я понимаю. Со временем оно перевернет жизнь человечества. Не будет ни книг, ни газет, ни театра, ни кино. Но все-таки что-то будет. Телевидение. Одно сплошное телевидение. Это просто какое-то дурацкое недоразумение. Я понимаю. На счет кино я с вами согласна. Его телевидение скоро вытеснет. Ну а театр, это же особое искусство. А вот поговорим с вами об этом через 20 лет. Через 20 лет все на земле по-другому будет. А вы, кстати, были на телецентре? Нет, никогда. Ну приходите. А как? Я закажу вам пропуск. Так, ну я должен идти, что-то я... Пора и сегодня надо лезть спать. Гоша, останься, пожалуйста. Я хотела с тобой поговорить. Ну ладно, завтра и поговорим. Правда, я опаздываю. Я никуда тебя не пущу. Она сегодня в плохом настроении, с ней лучше и не связываться. Да. Он больше не придет. Он больше никогда не придет. Он больше никогда не придет. Да я-то тут при чем? Что я такого сделал? Кстати, Саша, познакомься. Да мы знакомы с Родианом Петровичем. Нет, ты еще раз познакомься. Это твой отец. Как отец? Он же погиб. Ну нет, как видишь, жив, здоров и даже довольно упитан. КОНЕЦ Ну, ладно, ладно, Москва слезам не верит. Тут не плакать, тут действовать надо. Сколько уже дней, как он? Ну, он пропал. Восемь. Слушай, Катерина, может, ты оставила бы свою гордость, да сама бы к нему съездила? Ой, какая гордость. Я бы на них одна красила. Мы адрес его не знаем. Адресное бюро на что? Как его фамилия? Не знаю. Хорошие дела. Катерина, а он не... У вас все вещи на месте, вы хорошо смотрели? Да ты че же плетешь? Ну, че, бывает же. Ладно, будем искать. Значит, слесарь, говорите? Да, он в каком-то институте научном. Ну, а какие-нибудь особые приметы имеются? Ну, там, шрам на лице? Да вроде нет. Есть. У него после аппендиции это шрам. Ну, это не пригодится. Ждите меня здесь. В квартиру всех впускать, никого не выпускать. В случае сопротивления открывайте огонь. Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора здесь проживает? Здесь только Георгий Иванович. Проходите. У себя? Не знаю. Тихо у него. У себя. А вы кругом пройдите, пожалуйста. Кругом. У нас здесь ремонт. Понятно. Направо. Доберемся. Еще раз направо. Еще раз направо. Здрасте. Здрасте. Георгий Иванович изголок. Боже мой. Георгий Иванович изголок. 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 Гоша. Николай. Как там погода? С утра шел дождь. А что вообще в мире делается? Стабильности нет. Террористы опять захватили самолет. Ну, а ты чего? Господи, какая ты, Катька, счастливая! А что ты все говорила? В нашей мудрости влюбиться невозможно. Там в человеке все недостатки видишь. Журналы какие-то там нам начитывал. А у него нет недостатков. Вот самый лучший человек на свете. А что ты? Ты же сказал, что если у жены зарплата больше, это не тебе. Ну, как же ей признаться-то? Ты мозги не пудри, она меня обманула. И вам показать, что ей под Tucano находит. Нет, это ее принципиальная позиция. Понял? Да, нет. Она этим самым обнаружила, что для нее социальный статус чем его, мой личный статус. Переведи. Слушай, опять? Нет. Откройте, девочки. Ну? Сказал, что доставлю, вот и доставил. Это спорно. Кто кого доставил? Гоша. Коля. Где она? Там. Гоша. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok